Сижу, задумался, почти закиморял Я жду охотников А меня медведь У меня ружье в квадрике А это сейчас возьмет на квадрике, уедет А я что буду делать? Ну бандит, ну бандит И где он? Вот, смотри Ну пацан, нашел робот, а? Смотри 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 Прошлогодний Таких пистунами называют Я натурально задумался Знаете, сижу без задней мысли А он громохнул Иначе я бы его не услышал Мне не жалко, знаете, пусть на квадрике катаются Но они все пробуют на зуб, а у квадроцикла сиденье мягкое И у него подкоцает И потом очень дорогое удовольствие Покупать запасные сиденья А это блестящая машина американцев Знаете, этот Nissan Titan Я еще спрашивал Ничего, что по кустам? Ничего, если поцарапаем Я говорю Смотри Парковаться здесь тоже опасно Это Медведи ходят Нюхают Но обычно они не царапают лак на автомобилях Но встают на задние лапы Прикасаются Все равно Тарфореты остаются Всякие Ну, мужики Мы же знаете какие Они там друг перед другом Еще немножко понтуются Он же не скажет Ой, моя машина Я удавлюсь там за каждую царапинку Он скажет Да-а-а-а-а-а Думаю, какой пофигу Да, блин Домой приедет, жена даст Блин, пофигу Нафиг Вся медведь Мне будет поцарапана Особенно если медведи Блин, ну я не знаю, пацаны Я в машине сижу Блин, носу ковыряюсь И кемарио, блин И медведи тут это ходят, блин Если эти чуваки на приваде Медведи не добудут То я не знаю, блин Я напьюсь нафиг С горя Да, блин Ну это самое Надо вооружаться, наверное Это что такое, блин Ходить, значит Везде В лесе Приходят Инспекцию Совершают Страшно, блин Не смешно Так, ну все Будем надеяться, что он ушел Сейчас еще немножко покемарим И потом наехать Мужиков забирать Тоже темнеет Ну афига на рацию Не отвечает, видите Это Кручу, кручу Да, это В таком лесу, знаете Холмистой местности Это, ну деревья Густящие Даже, не знаю Не берет, короче Пацаны, я Я, я, я не знаю Так не пойдет Так не пойдет Я не знаю, что вы сделали с моими медведями Ну ясно Санкции есть от буржуев Ну чтобы в обратку Вот так вот взять И всех моих медведев Блин, разогнать Или скушать, блин Я не знаю Отдавайте их назад Что-то они вообще с ума сошли Как малахольные, блин Или вы им боярышника подкинули Или я не знаю, что случилось Или Или они, блин Нашли социалистические книжки Ну Так ходят под урацки К приватам Что прямо аж это самое Я вчера надеялся Думал, мужики заколбасят Мы бедя сразу Ладно, дело не об этом Давайте про жидов поговорим Жиды Знаете, что такое жиды Вообще Этот век Он очень такой потрясающий Знаете, с тех пор Как я уехал из Советского Союза И потом Ну в Германии Жилось как-то так Это, знаете Ну открывался новый мир Там европейский Скажем такой Да, там это Гугеноты Ага А потом, когда приехал в Америку Потом понеслось И дело было не в Америке А понеслось на Востоке Ну и я узнал столько нового Много Всякого нового А я же язык всегда учу так Интуитивно, знаете Ну в России сказали там Пшел нах Ну это значит Это так Значит куда-то плохо Значит Не литературу же воспринимаешь Правильно, что Не с ними же человека Что не пойдешь ему Но это орган Правильно Ну ага И это Ну и я узнал очень много новых слов Таких Маскаль, Кацапа Я не мог понять Блин, а что Какая вообще разница И какие там Потом про хохлов там Мы любили анекдоты рассказать У меня тетя хохлушка Ну шутки такие Это потом вчера как раз нельзя Блин Слухохол нехороший Окей У нас система ниппель В одну сторону можно другую нельзя Ну ладно Про жидов я тоже ничего не знал Ну первый раз столкнулся с евреевским парнем в армии Очень уважал евреев всю жизнь Ну такие умные были Они там профессора Что все Ну короче так Слушайте рассказ Сижу значит Сижу значит Дома ковыряюсь В носу заезжает пикап Такой Тряхленький Выходит женщина И пожилой мужчина Мужина такой Это кепка такая Как это Типичная От этих Ну Билли Гилбилли Раньше фермеры Они не парились Не надо было Такие закрученные Знаете козырьки А были просто прямые Ну кепка вот такая Одевалась на обожку Как котелок И впереди такой Козырек большой Чтобы защищать от солнца И от всего на свете Она просто выполнялась В функциональность Это потом пошли блатные Стали такие кепки Всякие делать и штаны Там носить это Которые на коненках висят и все Это позже появилось Значит вышел такой дяденька И такая тетенька Я только глаза продрал Недавно управлялся Что надо жрать и это И пить и все на свете Ну Потому что организм Такая противная штука Если его не это самое Он вообще Кровь загустевает Сюда не идет А если сюда не идет То конец стоит Только социализм строить Ну Ага Выходит и представляется Значит меня зовут так и так А это мой папа говорит Ну Бил между прочим Ага Он так на меня посмотрел Сибири Наутфитерс Говорит Ты говоришь по-русски Разумеешься Я говорю Конечно Он пошел это чесать Я говорю Ты что русский что ли Нет Говорит украинец И пацаны В этот момент Меня ударила Такая молния Такая мысль поразила А может ли быть Что вот Лет сто назад Украинский язык Был очень простым И довольно похож на русский А потом Чтобы вот этих Как их теперь это Кацапы Или москали Или кто эти Иноверцы Чтобы их нагнуть Вот украинцы взяли И усложнили его И сделали много таких И с двумя точками наверху И всякого разного Чтобы вообще не понятно было Чтобы эти не понимали Короче эти белорусы все Ну Может такое быть или нет Ну короче меня так удивило Что он такой язык А говорит это Ну я украинских корней Но сам конечно родился в Канаде Говорит Ну это родители заставляли Разговаривать по украински Ага Зачем они заехали Они купили вот этот вот Кемпграунд У озера Рядышком Который продавался с аукциона Я вам говорил покупайте Все равно хаклы купили Шучу Ага За сколько я уже говорил Да там ушло там Ну 300 с лишним тысяч Ну только кемпграунд Знаете с этим домом Там заправка Там туалет и то сё Там это всё это А остальные домики отдельно Она продала А тётенька тоже умная Бабли Ага Ну я со всеми пришлось Перезнакомиться Кто домики купил Тоже заезжает же Ну чё они новые Тут а вы то теперь старожилы Блин я вам объясняю Туда не ходи Там медведи Здесь на квадрике До 7 утра не проезжай Здесь мужик грозный живёт Он как стрелит из ружья На хера обсерешься Ну шучу конечно Но блин раздражает когда они Весь дипа Тишина была Пусть катаются Ага Ну значит купили украинцы Эту заимочку Ага значит он поговорил со мной По украински Ну сказал пару таких предложений А потом ржет Я чё Ржет Говорю жили что ли Ну да Да Так обрадовался Чуть подскакивать не начал Старый мужик блин вроде это И ребята в этот момент Я с грустью подумал Ну какие ему всё таки Говно блин да Это же его старики Ещё не знаю Ещё до Гитлера уехали Всё блин И вот это С такой парашей блин И сами жили блин И детям вдолбили И внукам И всем про жидов Да блин Нельзя нас никуда пускать вообще Не то что без намордников Вообще никуда Просто огородить колючей проволокой Вот Северная СССР блин и всё Братья с Кореей нахер И блин Пока не это самое Пока не построите светлое будущее Блин Лучезарное нафиг Ну Вот такая вот история Про жидов получилась Она конечно не очень красивая Может не очень грустная Но а чё А чё в этом красивого Когда вот людей Другую нацию оскорбляешь И обзываешь как то так Ну Потрясающие люди Умные блин Ну Поучились бы у них жить Ёлки-палки Что-то Об чём ты ещё хотел говорить Я потом когда вспомню расскажу Ладно В перерыв чай надо пить Потому что чай не пьёшь Откуда сила казахи говорят Правильно? Водка пьёшь как чурман лежишь А чай пьёшь как стрела летишь Ну Это мы потихоньку Переходим к Академике Курчатова Перед вами Академик Курчатова Дорогие дети Наш русский язык очень богатый И очень такое интересное И мы недавно выяснили Очень интересное такое Название Один грузинский блюдо Короче Один в деревне Глухой грузинский Жил мальчик И он много чихал И его звали Чих И он мечтал Я вырасту Я говорит этот кишлак Уеду вообще Сакля этот жить не буду Буду жить в большой город И буду летать железные птицы на небе Самолётчиком буду Ага Поехал значит в город Учился Учился долго там ФСБ Или как там это Рабфаки всякие И научился самолёты летать Водить значит Начало не очень высоко Потом выше Потом война начался И вот летает Он летает Значит и один раз его сбили И вот значит Сидят люди там В котелке всякие Херня такой варят Да да Супчик такой А приходят и говорят Чиха сбили Шогар чиха сбили Люди подумали Это блюдо так называется С тех пор В нашей советской столовой Всегда было такое блюдо Чиха сбили Я вот долго гадал так Не мог понять Почему чиха сбили Чиха остался живой Не переживайте А блюдо так осталось Чиха сбили Легко запоминается Правильно Все До свидания Я же знал что что то забыл И тут у вас башка такая дырявая Вот сейчас опять Хотел рассказать и забыл Чужих это сказать все Блин сейчас как Нафиг Ёки-покки Я уже было вспомнил И потянулся камеру включать И прилетела тетя Оля И всякая параша Там тухлая рыба Мне мозги блин опять это самое И у меня опять все вылетело Злой блин Злой вспомнил И вспомнил И вспомнил И вспомнил Распомнил И быстренько чик камер включает Тетя Оля Прилетает и мне Начинает рассказ там всякое И я опять все забыл Потому что он начальник Она когда с ним разговаривает Я дрожать начинает Боюсь все это Все мысли путевые И не путевые тоже вылетают из головы сразу Ага Долго-долго думал теперь вспомнил Вспомнил Вот эти украинцы Которые купили вот эту штуку Они как узнали что мы это самое значит Ну у славянских корней значит и Мову так гутарим чуть-чуть там О! У нас через улицу Украинцы тоже живут Ну уже другие совсем Современного там поколение иммигранты Обязательно надо вас познакомить Короче у людей мозги так работают О! Ты парни с джунглей приехал с восточных Мы своего леса одного чего познаем Мы тебя с ним сведем И привезли привезли его. Вот открывает дверку, вот выходи, пожалуйста, вот знакомься вот твой, значит, собратень, значит с которым вместе в одном джунглях жили давайте радовайтесь вместе, садитесь давайте, вспоминайте, как вы жопу лопухом вытирали, как боярышник вместе пили как костерки там, картошки пекли, зерницы там, извинитесь, кострами пели, все. Ну, что такого, пацаны блин, ну, что за унижения такие бляхомуха, зачем такое делать блин, что вы как эти самые цепляетесь, блин, друг за дружкой, не знаю вообще вот всю жизнь хотел вам сказать вот насчет охоты. Ааа, ты охотник я тоже охотник, ой, давай дружить вместе, давай в баню вместе ходить давай семьями вместе дружить, давай вообще, блин, этот чик так это порежем, блин кровь так по-братски, это мы же по-братимы с тобой одной крови, потому что мы охоту вместе любим, понимаешь я тоже охоту люблю, я тоже охот... что, больней что ли нагло, блин все-таки надо охотиться, и что теперь с каждым обниматься что ли, и бегать, и друга искать, и напарника, или что, ну, не по этим же критериям ищет, блин, ну, я понимаю, что в кем, блин, там, это, пяти человеком только на миллионный город разрешали какую-нибудь пушку там иметь, хреновенькую, блин, конечно когда увидишь, охотник, мужик с ружьем, человек с ружьем почти, что Чехов, елки-пал, блин, ну конечно, как-то тянулся к нему, ну, кончайте уже такой херней заниматься, я вот секс люблю, блин, я тоже многих вижу, которые это любят, но я же не бегу к ним, братан я тоже, я тоже трахаться люблю, давай вместе будем заниматься, а давай, а ты, а что, а когда, а кончайте, пацаны, ну, любите охоту, любите, сопите в две дырочки, это, любовь, она тихая, понимаете, а мне не орут, и не ищут, и не намышленников, чтобы вместе любить, ну, любить надо в одиночку, договорились? А то голубых не любите, а сами каким-то шалманом всегда собираетесь и любите любовь, как охота, до свидания.